всем привет сегодня я хотела снять видео на одну из самых моих любимых тем и я уверена что большинство людей тоже а именно эта тема еды ни для кого не секрет что все мы любим вкусно поесть у нас у всех есть какие-то свои любимые рецепты ингредиенты все мы любим пробовать новые вкусы а также очень важно как эту пищу мы готовим если мы готовим ее в хорошем настроении сто процентов она получится мега вкусный и сегодняшнее мое видео о том как я готовила пищу в приятный для меня компания это моя лучшая подружка около года назад мы ходили на кулинарные курсы не важно что мы там готовили по моему это было ризотто или паста я не помню это блюдо но я помню те эмоции которые мы получили в которые я хочу сейчас постараться вам передать приятного просмотра мы находимся в кулинарных курсах линии высоцкой смотрите на это серьезное движение давайте да так если у нас у всех сковородки стоят прекрасно как это перцы также становятся податливыми смотрите туда добавьте чесночок все ты готова я иду хоба в целом нам это все понравилось да что ты будешь дам использовать это вот я точно задумалась не на самом деле из полезного вот эту лапшу я точно поменула готовить сама да сейчас монтируя это видео появилось желание поделиться своими эмоциями как я вообще отношусь к подобного рода мероприятия и собственно буду ли я на них еще ходить я честно скажу что я считаю что курсы кулинарные которые идут там два-три часа это как бы не курсы это урок и это больше не для того чтобы прокачать свои какие-то кулинарные навыки или наоборот научиться готовить это больше для того чтобы хорошо провести время и если прям как-то оценивать это мероприятие там допустим по десятибальной системе я бы оценила на семь-восемь баллов почему потому что позитивно ну как и вот я уже сказала да ты приходишь тебе наливают там чай ты знакомишься со всеми если у тебя такое желание есть и знакомишься со всеми кто будет там параллельно с тобой на соседних столах готовить себе подготовлены все-таки интересные ингредиенты достаточно непростой рецепт и думаешь блин а я реально с ним справлюсь и с помощью шеф-повара и всего подготовленного еще и в приятной дружеской компании и ты так позитивно все успеваешь сделать в итоге ты пробуешь свою еду получается мега вкусно и забираешься с собой я добавлю фотки куда-то вот сюда и покажу как мы ну что у нас в итоге получилось и скажу так что даже сейчас посмотрев это видео у меня появилось огромное желание приготовить ризотто я это блюдо просто ну прям люблю ценю и она для меня очень вкусная и я хочу сегодня прям сейчас с вами попробовать его приготовить посмотрим что получится мы сейчас с вами находимся на кухне и будем готовить ризотто по-милански такое ризотто я еще сама не готовила на курсах тогда мы готовили ризотто со спаржей и сама я готовила какое-то тоже другое ризотто поэтому это будет мой дебют мне самой интересно насколько это вкусно там получится вкусно не вкусно какие у меня будут впечатления хотя посмотрев в интернете самые популярные рецепты как раз таки ризотто по-милански оно такое в топе находится поэтому мне интересно посмотреть насколько это будет вкусно и поделиться с вами впечатлениями нам потребуется это одна луковица примерно 200 грамм 2 зубчика чеснока один лук-порей примерно 100 грамм все точные ингредиенты будут указаны под видео в описании соль и перец сливочное масло и оливковое масло их достаточно много потому что в них нужно будет как раз обжаривать все ингредиенты сливочного масла примерно 120 грамм 50 грамм оливкового масла белое сухое вино порядка двухсот миллилитров петрушка сыр пармезан и томаты они для подачи и обязательно куриный бульон он у меня уже отварен стоит дожидается и шафран шафран на кончике ножа буквально мы его будем заваривать в кипятке начинаем у нас уже готовится лук в растопленном масле его нужно буквально до мягкости и после этого добавляем вот таких красавчиков это лук-порей порубленный и чеснок добавляем к луку и далее до держим там буквально до запаха чеснока добавила я уже рис к овощам сейчас буквально там несколько минут они вместе пожарятся на достаточно сильном огне я даже его сейчас немножко еще прибавлю и уже начнем постепенно вливать куриный бульон я уже влила в рис примерно 200 миллилитров вина и где-то одну треть от сваренного бульона сейчас уже тот самый этап когда я добавила к практически готовым рису я добавила уже посолила поперчила и добавила мелко нарезанную зелень добавила сейчас еще вот остаток сливочное масло сейчас я как раз помешаю просто одной рукой неудобно ну что наш ризотто готов вот такая красота получилась сейчас я буду накладывать и добавлять ризотто естественно можно там и вяленые томаты добавить и просто томаты и оливковое масло но мне хочется попробовать именно в оригинале что получилось добавив просто пармезан вот такое блюдо у нас в итоге получилось и сейчас я его буду пробовать так что я пробую просто левой рукой вилку достала это вкусно это реально вкусно чувствуется все ингредиенты они достаточно такие свежие они все их можно все разобрать то есть это не кашеобразное что-то такое получилось это действительно ризотто это действительно очень вкусно это похоже на то какое подают в ресторанах ну что я хочу сказать что ризотто удалось и я довольна тем что посмотрев свое видео мне захотелось его приготовить потому что в процессе приготовления я получила массу позитивных эмоций не сейчас когда его пробую я тоже понимаю что это вкусно и такая нотка италии действительно наверное воздухе сейчас есть вот я всех благодарю кто посмотрел это видео если будут вопросы или вы сами попробуйте приготовить обязательно пишите в комментариях и до новых встреч всем привет сегодняшнее мое видео будет на квинделек кстати тоже очень любит покушать особенно вкусную еду помогу показать вам нового маленького су-шефа он и все время приготовления пищи находится здесь на кухне внимательно следит и ждет вдруг ему что-то тоже упадет и тогда он с удовольствием съест что-то очень любит спасибо